что такое родина что такое отечество почему с 91 года эти слова вычеркнуты какова роль американской конституции написанной для нас фирмой usa иди как спасти родину я имею ввиду большую россию под названием советский союз но советский союз малыш по сравнению с российской империи он меньше российской империи на польшу финляндию от архтария было еще больше чем российская империя прожигать свою жизнь в клубах это просто не то что глупость это просто не модно ребята немножко отстали от времени сейчас модно русская культура сейчас модно владеть балалайка и гуслями модно уметь петь на три голоса у модно уметь станцевать с девицей в хороводе родовом на модно жить на земле модно не пить алкоголь пить с улицу квас негенно модифицированный пищу натуральный модно вставать рано модно заниматься йогой модно изучать славянскую индийскую и зарастрийскую астрологию модно изучать звезды потому что мы скоро будем с вами на звездах понимаете сейчас мир так быстро развивается в терминатор по улицам пойдет через пять лет ну и что ну что могу сказать что вот это ночные клубы и куражи это результат поражения советского союза в холодной войне 46-летней которая началась в сорок пятом году и закончилась в девяносто первом году поражением советского союза после которого и были открыты ночные клубы дискотеки в нашу страну хлынул поток наркотиков до появилась музыка ниже плиптуса появилась примитивизация mtv то что мы называем западные ценности надо посмотреть честно являются ли они ценностями или может быть ценности в родной культуре ведь у каждого народа есть свои завещанные предкам заповеди до своя родная культура если говорить про наш народ да то конечно без русского золотого языка которую мы учим с 1 по 10 класс на и на самом деле без астрономии и математики без знания звезд ни о каких звездных войнах мечтать не приходится поэтому мы делаем выбор либо мы попкорн грызем в кинотеатрах и смотрим голливудские блокбастеры на тему звездных войн либо мы приближаем космическую эпоху своими действиями своими исследованиями свои учебы поэтому как бы не относиться к владимиру ильичу вот и за майдан в российской империи проигрыши в первой мировой войны тоже благодаря ленину то что союз то построил не ленин союз построил сталин то есть один разрушил и проиграл первую мировую войну другой создал и выиграл вторую мировую войну поэтому наша история она такая перевернутая в этом на всем надо разобраться состояние же легкой жизни бери от жизни все пепси кола или кока-кола куда как известно добавляет капельку того самого чтобы людей не звезти до уровня так скажем нижних миров да то тут надо взяться за ум да надо просто вспомнить подвиг своих отцов и дедов которые восстанавливали союз раздолбанный фашистской германии да что там германии всем евросоюзом под названием третий рейх того времени вот сейчас идет времена очень похожи на года предшествующие второй мировой войны также создается из россии образ врага поэтому надо смотреть немножко в будущее ночные клубы легкая жизнь наркотики проституция и прочая чехарда являются функцией грегорианского календаря как бы это ни казалось странным как связана война в мире и календарь который содержится в нашем мозгу но тем не менее изучает вопрос более детально приходишь к выводу что грегорианский календарь не столько календарь как хорошая программа сколько календарь как плохая программа которая портит производительность системы снижает таким образом грегорианский календарь он классифицируется как вирус разрушающий память в нашей стране этот вирус под названием грегори юлианский календарь был введен петром первым конкретно юлианский календарь в 1700 году и было запрещено наше отечественное ведическое летоисчисления как бы мы не хотели это скрывать но наша страна православная и у нас у этого православия как мы знаем у птицы до 2 головы и два крыла и действительно половина православия эти христианство это молодое православие древние же славящая праведическое православие является также фундаментом на котором произрастает дерево нашей государственности и вот эти корни корни дерева нашей государственности они находятся глубоко в земле и надо ну постараться представить что дерево не просто так стоит на что у него имеется мощная корневая система то есть так или иначе мы говорим о том что на земле до великого потопа была цивилизация что находят артефакты находят огромные скелеты великанов но найдут скелет огромные ящерицы рептилоида выставят найдут стык скелет грифона спрячут найдут скелеты гонодона ящерицу какой-то с длинной шеи выставит на всеобщее обозрение найдут скелет пегаса спрячут найдут скелет птерозарва летающего динозавра да это хищника зубами такого это самое откладывающего яйца то есть но рептилоида они выставят да найдут скелет человека высотой 12 метров спрячут кому это выгодно но мы взрослые должны это самое понимать что не только идет информационная война запада против россии идет в общем то противостояние и вытеснение с планеты земля всего человечества методом ухудшения экологической обстановки потому что тоже человек здравом уме не станет делать ближнему пакость да и война это искусственно создаваемый подогреваемый процесс поэтому мы видим как нашей стране и как в мире вспыхивают оранжевые революции интервенции замаскированные майданные так странные технологии мягкой силы мы видим как от этого страдают и бегут миллионы людей да что эти поток мигрантов разрушают европейское сознание да и что в целом у нас ситуация примерно такая как и везде в мире следствие применения грегорианского календаря есть тотальное оболванивание отупения и деградации почему да потому что никаких 12 месяцев не существует что такое месяц как не луна то есть подразумевается что 30 дней 31 день грегорианский месяц это оборот земли и луны вокруг земли но это не так за один оборот мидгард земли вокруг ерил и солнца за один оборот луна месяц по имени месяц месяц это имя нашей луны она делает ровно 13 витков таким образом но наши предки прекрасно знали что в году не 12 месяцев так скажем не только 12 месяцами можно мерить год а существует солнечно-лунный календарь таким образом был календарь 13 лун по 28 дней вы знаете не только у славян он был в южная америка у инков он назывался пачакути он был в северной америке в мезоамерике у майя и он назывался тунук счет семерками и этот календарь он был у кельтов у друидов назывался календарь деревьев он был в древнем китае он был в древней индии именно оттуда сохранилась память о 28 лунных стоянках таким образом мы говорим о том что солнечно-лунный календарь и семидневная неделя да это одно а грегорианский календарь с рваными месяцами другом а как бы поля ягода ведь 30 не делится на 7 то есть каждый логически рассуждающий человек понимает что в сантиметре всегда 10 миллиметров а если в одном сантиметре 9 миллиметров а в следующем 11 что мы намеряем такой линейкой что творится у нас в мозгах из-за календаря который принадлежит самому маленькому но очень агрессивному государству на планете конкретно ватикану поэтому петр первый вычеркивает из нашей истории 5000 с половиной лет заменяя 7208 или это по сворожьему кругу на 1700 по грегорианскому убогому календарю католической церкви и хищников таким образом была сделана и диверсия в отношении русского языка поэтому конечно можно прожигать свою жизнь но потом не удивляйтесь что внуков не увидите на то есть это взаимосвязанные вещи чтобы была сильная страна должны быть сильные рода чтобы были сильные рода нужны родовые поместья все если вы заехали в родовые поместья то нету никакого смысла тащить собой в родовые чистые поместья в эту чистую идею новой россии убогий я бы даже сказал вредоносный до грегорианский календарь который отравляет сознание поэтому ясно человек снаружи кривой и хромает все видят но допустим у человека скелет не в порядке а если мозги не в порядке этого не видно и это все мы к сожалению надо сказать никого не именовала участь жить в искусственном времени грегорианского календаря но изучая его истории мы знаем он из вавилона попадает в египет через клеопатру юлий цесарь приводит календарь ставит в римской империи он становится ювелианским это 46 год до нашей эры он берет 12 красивых ровных месяцев древние персидского календаря это это дреда южная русь персия то что мы называем сейчас сирия да это южные арии а мы северные арии как славянские народы мы держим северную часть евроасии до европы не было и было винея было асия этот континент на древних картах называется асия через с через букву слова не через букву земля поэтому осы от слова а оси от осы таким образом вот эта арийская культура которая вышла из северного континента до арии гипербореи на многих древних картах в данном случае на карте герарда меркатора 16 века перерисована из более древнего карта карт значит когда этот материк тонуло это было там ну тысячи лет назад еще до потопа поэтому потопа было несколько но ученые современные не хотят этого признавать в силу ряд причин которых мы сейчас с вами говорить не будем и вот эти арийские народы вот эта белая свято раса наследники богов они нет обезьян произошли они произошли от белых богов космоса и в космосе находится наша метрополия созвездие большая и малая ведведица по ведам говорится и не только русским ведом индийским ведом нам очень важно понять что мы с индии наверное самые близкие народы потому что санскрит индийский их арийская древнерусская коруна на которой записаны легендарные русские веды и мы читая эти предания понимаем что там правды больше чем в современной истории где нету ни слова про всемирный потоп 1842 года в результате которого первые этажи великой тархтарии а сейчас российской федерации закиданы глиной заброшены на никакой не культурный слой это понятное дело была некая катастрофа о которой почему-то молчат а была она совсем недавно 150 лет назад таким образом исследования фоменко носовского данилова светланы васильной жарникова и левашова алексей васильевича трехлебова это самых многих зарубежных исследований посвященных теме атлантиды гипербореи и древних допотопных цивилизаций уже это просто невозможно скрывать на нло вокруг летают садятся в кратере лунном взлетают туда залетают а потом нам астрономы говорят знаете а вот это нло из кратера в кратер луна руне переместилась эта точечка маленькая на самом деле три километра в диаметре космический корабль и что как нам к этому относиться а мы ходим попкорн жуем вокруг нас космос кишит инопланетянами мы сами инопланетяны никто на обезьяна не произошел даже барак хусейнович обама он тоже произошел от своих предков прилетевших звезд вероятно таковы мифы желтые расы китайцы считали что они прилетели созвездия льва таковы мифы красные расы индейцы считали что они прилетели с плеяд таковы мифы белые расы наши предки считали что у нас кроме большой малой медведицы как мы их называли на руси лосиха с лосенком были еще созвездия льва раса и созвездия ориона финиста ясного сокола и немножко ось земли немножко иначе проходила да и земля-то вращалась вокруг солнца не за 365 дней а за 360 дней во время золотого века и сатурн сейчас вращается в округе ирил и солнца за 29 с половиной дней вот этот вот сатурн который славянской астрологии мы этим знаком будем обозначать земля стрибога а вот а сейчас 29 с половиной раньше 32 года понимаете поэтому древние календари ариев восточных ариев джиотиш астрология южных ариев зороастрийская концепция измерения пространства времени древнейшая астрология раскрытая нашему народу павлом глобой великим человеком который жизнь положим на то чтобы показать нам руси чем северным что такое истинная вера в солнце в огонь на зороастризм это солнце поклонничество или авистийская традиция там священная книга авеста но веды авеста да вот эти все оставленные предкам и знания но они сейчас снова становятся популярными поэтому прожигать свою жизнь в клубах это просто не то что глупость это просто не модно ребята немножко отстали от времени сейчас модно русская культура сейчас модно владеть балалайка и гуслями модно уметь петь на три голоса у модно уметь станцевать с девицей в хороводе родовом на модно жить на земле модно не пить алкоголь пить с улицу квас негенномодифицированный пищу натуральной модно вставать рано модно заниматься йогой модно изучать славянскую индийскую и зороастрийскую астрологию модно изучать звезды потому что мы скоро будем с вами на звездах понимаете сейчас мир так быстро развивается в терминатор по улицам пойдет через пять лет ну и что чем будет делать то то есть это реальность как она есть поэтому каждый сам выбирает идет он верхние миры славе идет он в нижние миры navi а то что у каждого человека имеются энергетические центры которые кушать хотят если еда нужна нижнему нашему центру и как бы грубому нашему телу явьему то кроме явьего тела существует джарья навья клубья колобья дивья свете это тела они соответствуют 7 слоям буквицы уже только ленивый не знает что в русском языке было 49 букв осталось 33 то есть потеряли 16 букв но была ночь сварога не то чтобы это было как говорится желание наше сильно деградировать потому что ночью все засыпает так и вот и наш народ заснул и все человечество заснуло с 12 года поскольку мы знаем что про 12 год никто в мире не говорил кроме двух традиций я напомню это майянская традиция атлантида наследники атлантиды индейцы это славянская традиция наследники гипербореи только майя и славянский календарь майянский говорили о дате 2012 года все все остальные говорят ничего не случится а наши две традиции говорили случится случится великий переход начнется будет раскол миров что мы собственно и наблюдаем мир награде третьей мировой войны комплексы с-300 поставляются в сирии военная натовская база строится в польше у нас под боком на в грузии на украине биологические бактериологические станции которые комаров заражают а потом у нас птичий грипп и мы вынуждены всей страной куру миллионами тонн короче под нож пустить потому что это финальное противостояние по закону космическому с 2012 года заканчивается ночь сва вот 4 чертога эта ночь сварога она длилась шесть с половиной тысяч лет а вечер сварога наступил 13 тысяч лет назад с того момента как потонула атлантида понимаете для кого-то атлантида эта сказка семи бычках там или как для нас атлантида это никакое не предание для нас это были это было от этой потопления атлантиды берет ведет отсчет сварожий круг наш древний русский календарь сейчас от потопления атлантида идет 13 тысяч 27 лето и это лето называется лето солнечного золотого лиса вот а спроси на улице человека как год называется скажет ну год какой 2018 называется он как все что в голову придет это год желтой собаки по китайскому календарю так то по китайскому календарю у индейцев свой календарь по индейскому календарю сейчас год 13 луны идет по за рост рискому календарю год ежа идет и месяц лошади там своя то есть они не забыли то есть хранят хотя там тоже деградация молодежи и общество происходит вот но на нашу страну направлен основной удар потому что сломать россию это значит весь мир просто в карман положить даже и не воюя ни с кем никто не спрашивать не будет ни венесуэлу не бразилию хотят ли они этого самого себя внешнего управления или нет придут и возьмут страну на блюдечке мы защищаем мир сейчас идет самая ответственная часть великого перехода противостояния чернобога и белобога это по-разному назвать на ту и а дкб и конечном итоге атлантиды что есть на то и гипербореи что если дкб поэтому надо знать предысторию этой войны для того чтобы одержать победу потому что у нас два варианта либо мы проигрываем либо мы выигрываем проигрываем ничего сложного нету достаточно поверить каспарому навальному собчак и прочим деградантом тараскину и прочим вредителям русского нагуру с зюганова который два раза сдавал советский союз и на второй срок ельцин пошел хотя зюганов выиграл что он чему и сейчас мы видим что удальцов навальный вместе с зюганами идет свергать путина не решать вопрос оккупации россии а свергать действующие конкретные по позорные майданщики вот то такое-то зюганов все но мы-то это должны понять вовремя они так как украинцы ой что мы натворили его сейчас многие украинцы есть мы знали что вы это были соврали его войну против братьев до тотальный захват мировым этим самым банкстерским закулисьем который уже давно из-за кулис вышла и что только как бы ну наивные люди говорят о теории загор какая теория практика во все идет 10 стран за последние 20 лет съел мировой фашизм англосаксонский фашизм а мы еще сомневаемся есть эта теория и рулят банкиры на планете или нет в этом не приходится сомневаться но хорошие новости в том что это эпоха заканчивается но ребята говорят мы уйдем до по закону потому что вот тут на подходе галактическая федерация под полями преломления у земли стоит звездный флот перуна но вмешаться в ситуацию не не имеют права потому что мы должны сами пройти свою эволюцию мы должны насинячиться до полумпу помрачения профукать страну для того чтобы у разбитого корыто сказать следующий раз золотой рыбки мы будем другой вопрос задавать более точной что такое родина что такое отечество почему с девяносто первого года эти слова вычеркнуты какова роль американской конституции написанной для нас фирмой юсей айди как спасти родину я имею ввиду большую россию под названием советский союз но советский союз малыш по сравнению с российской империи он меньше российской империи на польшу финляндию от архтария было еще больше чем российская империя а больше чем российской империи было арианна если это не интересно человеку молодому девушке юноше я в это просто не верю это интересно только это надо заинтересовать детям надо показать молодежь надо просто подсказать они не глупые у них гены такие же как у нас просто они попали под пресс мирового вот этого империализма поэтому пора взрослеть пора менять ценности с фальшивых на настоящие пора восстанавливать буквицу вскрывать древние образы пора научиться мантры читать на русском языке на заклинание пора из природе с природой выстроить устойчивый мост отношений да то есть и в конечном итоге пора ну и наверное календарь рано или поздно поменять потому что какого это самое мы живем по западноевропейскому календарь сначала петр первый который уехал один а приехал с родинкой на другой щеку и выше на голову это все исследователи говорят поэтому тоже сомневаться не приходится во время прихода к власти романовых мы потерпели проект поражение поэтому и приняли календарь оккупантов юлианский календарь этот кривой этот безобран безобразный инструмент просто я изучаю на моим я ведомер я изучаю календари 10 лет больше разных традициями мой интерес астрология особенно календарные системы астрологически исчезнувших цивилизаций это лемурия атлантида гиперборея на арианна тартария ну вот опять же тартария сварожий круг все она и в результате этих исследований я не нашел более гадкого календаря чем грегорианский может у кого-то это получится почему мы пользуемся календарем который может даже но это животным бы не дали такой календарь вы же понимаете в одном месяце 30 дней в другом 31 но мозг сломаешь таким календарем то месяц начинается в пятницу то месяц начинается в среду и потом почему мы называем среда третий день недели середина разве середина семидневной недели среда а что то мне кажется что четверг четвертый день четверка по середине в семерке че тогда неделя начинаться должна не с понедельника, понимаете, а в воскресенье. Да, а как у американцев в воскресенье? В этом смысле у них лучше. С сознанием просто. Тут они не проиграли. Здесь мы проиграли, сказав, что да, мы согласны, что неделя начинается с понедельника. Тогда не может быть среда посередине, вы же понимаете, с воскресенья, сандэй, мандэй, если смотреть. День солнца, день луны. Наша древняя неделя вообще была девятидневная, но это отдельный разговор с вооружий круг, потому что, как бы это не казалось фантастическим, можно в кино ходить, а можно веды изучать. Этот календарь был принесен со звезд тысячи лет. Я не буду говорить более большие циклы, потому что они все равно не поверят, что мы здесь миллионы лет, что здесь на земле сменилось уже 23 цивилизации, и мы находим в слое каменного угля кусок компьютера, клавиатуры или молоток, понимаете, на таких глубинах, что это, извините, тогда еще и мамонты-то, когда еще их не было, да, когда это было. Так получается, здесь, но если не мы, то другие люди жили, то есть земля это полигон, где цивилизации проходят свой эволюционный путь, и этот эволюционный путь может быть закончен, и в конечном итоге экзамен может быть провален, и тогда это вариант Атлантиды, то есть какого-то глобального катаклизма, либо это может быть вариант Шамбалы, тоже описаны, когда вся цивилизация просветлевает, ведомая святыми царями, ведомая святыми учителями, святыми медиками, святыми шахтерами, то есть людьми ориентированными на свет, да, поэтому вставать пораньше, заниматься йогой, изучать веды, помогать Родине подняться с колен, а не синячить и в ноздри себе порошок сыпать, а потом, Путин, уходи, и кто придет? Навальный, который учился в Оксфорде, в Гарварде, там это самое, или еще какой-нибудь любитель Пиндостана, их фальшивых ценностей. Недавно же Барак Обама пять лет назад объявил, ура, у нас в демократии, поздравьте всех нас, все-таки, а что у вас в демократии, с чем поздравить? Последний 50-й штат принял концепцию однополых браков, ура, мы победили. Так кто это победил? Демоны победили. Но мы говорим, наша страна, она находится в состоянии оккупации с 91-го года. Владимир Владимирович проводит наррационально-освободительный процесс, Советский Союз восстанавливается, тема живой-неживой человек-гражданин активно обсуждается. Людям надо просыпаться. И не только снаружи, но и внутри. Поэтому внутренняя йога, она связана с внешней йогой, нет смысла тебе заниматься развитием своего только сознания, потому что, ну ты хорошо, ты просветлеешь, но это же эгоистический подход. А люди? А дети твои? А папа, мама, которые еще находятся глубоко в спячке и без алкоголя ни один выходной не могут провести, да? То есть надо как-то помогать друг другу, да? Поэтому то, что лично, ну, меня вдохновило, я думаю, что большинство людей срезонирует именно на истотную форму русского языка, на буквицу, на наш древний ведический календарь, просто глядя на которых уже, как говорится, взлетает эта крыша. Потому что здесь у нас 16 чертогов, в каждом солнце проходит по 22 дня. Внутри у нас 9 сороковников, звезда Инглии, три глав Яви, Нави и Прави, нижнего, среднего и верхнего мира. Девятидневная неделя. Вот они, знаки наших планет. Земля Хорса, Меркурий, Орея, Марс, Юпитера, Перуна. Планета, значит, здесь Уран, Варуна, земля Варуны, земля Индры или планеты Херон, земля Стрибога или Сатурн, земля Сварога или Дея, там, где сейчас пояс астероидов. Понимаете, наши предки помнили те времена, когда еще был не пояс астероидов, а планета вращалась. Она управляет седьмым днем девятидневной славянской недели. Заря Мерцана или Венера и Ярила Солнца. Вот она, девятидневная славянская неделя. Далее идут 9 стихий. Зацените. Обычно считается, что стихи 4. Огонь, вода, земля, воздух. У китайцев их 5. Еще дерево добавляется. У нас не то, что дерево добавляется. У нас 9 стихий. Такая концепция была. Так сильно мы деградировали, что знаем только 4 стихи. Потому что эфир запрещен, а у нас был эфир. Но и вы прекрасно понимаете, что в изначальной форме той таблицы Менделеева, которую Дмитрий Иванович принял, после его смерти таблицу переписали, и перед воротом был эфир, его просто убрали, остался водород. Таким образом, у нас алхимию обрезали до химии, а алхимию запретили. Метафизику обрезали до физику. И астрологию считают лженаукой, но, слава богу, еще астрономия наука. Поэтому пока, понимаете, американцы свои лунными модулями и космическую программу развивают, мы осенячим, поэтому тут надо как бы разобраться, что то, что идет серьезно, каждый из нас исследователь четырехмерного времени, недалек тот день, когда Родине нужны будут дивизии космонавтов. Поэтому что нам надо сделать? Учить звезды. Почему на полярную звезду ось смотрит нашей Земли? Почему именно полярная звезда, это хвост малой медведицы, находится на древнем гербе Тартарии? Сакральной части Тартарии, да, то есть, так скажем, мистического сердца Тартарии, под названием Беловодия, наш древний герб. Понимаете, ну позже в лапу всунули серп и молот, да нам какая разница, скипетр, держава, серп и молот или в древнем варианте клинок и весь земной шар. Понимаете, что-то меняется, а что-то всегда остается. Единство лада и сварога, единство мужского и женского, да, на всех наших гербах, проследите, крылья превращаются в колосья. А звезда как была над Северным полюсом, вот она, под названием Спас или Киносура, Тхрува или Полярная звезда, так она и осталась. Поэтому на фуражке на моей серп и молот и звезда, ну это трогательно, серп и молот и звезда. Вот это государство, эта держава наша, империя света, она до сих пор существует по всем бумагам. Поэтому Российская Федерация, это временно состояние оккупированного Советского Союза. Поэтому не то, что пролетарии всех стран объединяйтесь. Объединяйтесь вообще все люди единой земли, пока еще есть возможность объединиться. Потому что товарищи, которые стремятся, значит, прийти к власти и чип всем в голову воткнуть, нам вовсе не товарищи, а самые что ни на есть слуги дьявола. Поэтому сейчас все здоровые направления и течение мира, неважно, религиозное, политическое, социальное объединение людей, понимают, что пришло время вырасти и из религии, и из политики, и из всех социальных ВКонтакте, групп там и прочего, дорасти до состояния. Понимаем мы, что Солнце – это Бог, и что этого Бога у нас может не быть, если мы Землю профукаем. Как это было с Марсом уже, на котором люди жили, в соответствии с древними ведами. Хорошо. Поэтому глядя на сварожий круг, мы видим здесь ключ и к буквице. Вот имя Богини Девы, это Богиня Джива, чертог Девы, мы видим написано не через букву Е, а через букву Ять. А на конце название, древнее название Льва, Рас, стоит Ер, который мы сейчас называем твердый знак. Поэтому, только лишь зная буквицу и сварожий круг, мы сможем сказать, что мы отключились от программы лжи, разработанных в подземельях мрачных Ватикана и на какой-нибудь далекой звезде типа Нибиру. И подключились к, ну извините за иностранное слово, к провайдеру, который не ворует деньги со счета. Таким образом, может и жить дольше станем, потому что наши предки, живя по древнему ведическому календарю и ведя жизнь по кону, имели семьи, где средняя семья во время Российской империи 8 человек. Это средняя семья, 8 детей, не человека, детей 8. А сейчас мы говорим, 3 уже многодетная, да, и попробуй 2 родить, уже все смотрят как на героя, да, потому что времена другие. Сейчас времена меняются, времена знать правду о нашей Родине, что наша Родина есть Советский Союз, она до сих пор жива. И для того, чтобы она ожила, ее надо попрызгать живой водой, а до живой воды есть мертвая вода, которая залечит раны. Но чтобы эти раны затянулись, нам надо осознать тождейственность событий 1917 года, когда либеральная интеллигенция свергла Николая II. И событий 1991 года, когда сам глава Советского Союза, гнида Михаил Сергеевич, завербованный через Россоюзу Максимовной британской разведкой, еще в 70-каком мохнатом году, сдал нашу Родину. А мы джинсы-варенки одевали и надували пузыри из вредных жвачных этих самых резинок, да, и в целом смотрели мультики Диснея, а кто постарше смотрел Санта-Билиберда, и Мертвые тоже плачут. Рабы Ньюзаура и Твин Пикс. И пока мы эту дрянь смотрели, нас обокрали до нитки, так же было в 17-м году, так и в 91-м году. Поэтому надо знать историю своей страны, любить свою Родину и помогать ей встать с колен. На том стоял и стоять будет земля русская. Благодарю.